пресс хочу вас спросить от как вы считаете а мало так случится что киевская русь вместо христианство приняла мусульман почему владимир святой решил принять христианство да да конечно вы слышали эту притчу сразу это притча выбор веры да написано переписано но обращаю ваше внимание абсолютно аналогичный но такую причем вы найдете очень многих историях многих стран мира например у казахских хазарских она ту же самую причем пересказывать потом выбрали иудеев морали там выбрали католическую веру потом есть аналогичные мусульманск выбрали мусульманск то есть чтобы правильно поняли это просто это не значит что действительно владимир там собрал этих слов общался нет ничего этого не было это летописец просто ну знаете такая клише литературный клише то он его знал читал и его грубо говоря вставил ну подрисовал только не надо на него обижаться потому что ну это литературная традиция тех времен допускала не то что допускала было принято вставлять литературный клише он стал взял этот спор который не было физически приписал святого владимира и понятно выбор веры христианства почему а как же как же мог он прописать другой и по этой причине вот эти все слова которым к 200 владимира придумали топись а давайте серьезно значит смотри я думаю мало кто знает но впервые слова киев то есть про киев было написано барабский хрон причем был написано когда еще не было одни вещи олега не святого славника то есть до периода вики там даже указывается некий князь и несно что спорить все-таки кто это был некоторые штат был аскольд что такие просто прикрутили пилитописы в рыбаре что нет то есть это был в любом случае да слово киев впервые появилось в арабских хронах мало кто знает что первые деньги на территории ну давайте так будущее и общей киевской руси которые появились были арабские серебряные тархен вообще вначале что вы поняли вот появились эти арабские деньги и долгое время были деньгами киевской россии потом уже со временем там появилась вот эта вот княжеская гривна так дальше ну это все очень а длительное время да нет но не было своих денег не удивляйтесь как было да да использовали арабские но я думаю вы очень удивитесь если вы знаете что в киеве во время киевской россии действительно были мечети при этом вспоминают опять же арабские хроники даже называют имена му но я так догадываешь это такие походные мечети то есть небольшие то что такая вы понимаете были торговцы естественно что для их была мечеть вы понятное дело что вы скажете небольшие то есть эти небольшие но тут еще такой не интересный нюанс возникает а почему ну типа вот это арабские деньги почему мусульмане и я так понимаю не только в киеве новгороде тогда что с ним в торговых городах все довольно просто вы смотрите в то время был такой экспорт называлось мягкое золото да сейчас конечно сложно представить чтобы возле киева можно было охотиться кино белок соболей и что туда я хотел белки белки живут а те времена до охотились и причем действительно надо полагать было довольно много живности когда можно было заготовить а просто была такая традиция больше всего того почему-то легко в то время покупали арабские страны троги но спрос спрос по этой причине да и новгород торговал и вот все таки ну не только как я говорю киев скажу сдавайте потому что мех в разных местах заготовляли мех выгрозный там лучшие худшие так дальше и очень изысканный и да торгаши арабские торгаши мусульмане приезжали в тоже киев спекулировали торговались ругались а как же бизнес сделать хотели арабскими деньгами ходили в свою мечей не естественно возможно даже женились еще ну сложно сказать мать я просто руководителям вспоминается только некоторые имена киевну но опять же мало что говоришь там больше больше ничего такого возможно вы слышали или знаете что волоска булгария приняла мусульманск ну волоска булгария там есть часто тарстан но мало кто понимает почему что-то булгар звучит булгарий вот такой период когда племена болгар они вообще там бикачевики они жили там где сейчас сервис а потом как-то разделить бывает орда разделилась одна орда пошла на север и кстати появилась волоска булгария да понятно она не просто там пришла местное население жила смешались то не приняли мусульманск не приняли мусульманск и у них есть притча не рассказывается выбор вере и так выбрали мусульманск точно то есть христиан бросили действовать бросили а другая часть болгарской орды ушла там не болгария да тоже смешала смешанное население стали православными то есть ну они как бы почему мы называем болгари да в честь кочевых племен болгарии опять-то стали то есть так поделились опять же там во многом волоска булгарии и стала мусульманск опять же за торговлю потому что как вы догадываетесь арабские купцы ну и плыли туда же селью купить мехов через волхо каспий так дальше такая торговля была а теперь знаменитый путь сварях реки вообще-то путь сварях реки проходил по дунай по днепру это потом же летописцы его немножко сдвинули ну ладно дело такое пускай но что мы немножко правильно это не совсем торговлю сейчас объясню был момент когда византийская империя очень нуждалась наемник ну и они с удовольствием приглашали викингу да а викинги довольно профессиональный волны и действительно викинги что на зацеплели по этому пути манец варм за хорошие деньги как вы догадываетесь и некоторые сделал блестящую карьеру стали военачальниками генералами византийской армии ну понятное дело что на ком-то этапе кто-то крестился кто-то там женился ну вы же понимаете что там же не это не один год то века процесс был не сиюминутный и на ком-то этапе как вы догадываетесь когда начал сформироваться вот киевская русская тоже святой владимир те же святослава тот игорь не тоже дружинники тоже самый наем и понятно что какая-то часть людей которая перед этим была наемником византии казалось дружине тоже владимира тоже ярослава мудро так дальше почему за на переняли заплатил ну давайте профессия наемника какая плачущая работа а у меня пошел туда все по этой причине да вот дружина владимира это были христиан ну про вообще там ну считаешь дружина владимир любитель но часть них были христиане потому что ну потому что не византии причем они скорее всего даже там родились ну знаете моряки уже некоторое поколение то есть них не так деды и отцы приплыли служили уже не ради щопа пошли навалились до владимир он платит мы работаем делу так что выбор веры владимира заключался в том что ну как вам сказать было бы безумство с его точки зрения если твои так сказать дружинники твоя армия христиане а ты ограждение не вы не христиан вы же понимаете что могли бы и на копья поднять но если знаете вообще владимир сначала попытался сделать языческую такую религию по перу он попытался но понял что но слова то работает и тогда он вспомнил о давай потому что его окружение были христиане до торгаши не спорить на базаре торговали мусульман ну понятно языческий народ никто вы же понимаете что больше часть тогда жителей это были язычники возможно какие-то христиане были мусульмане наверное были может даже иудеи в том же таки но основная масса конечно язычники это же естественно понимаете что киевская русская времена это языческое самое что есть но понятное дело что владимир выбрал христианство потому что дружинники его войско ближайшие люди христиане а не мусульмане вот так он и стал христианство но между прочим тоже что это постоянно почему он взял христианство не с грима то потому что наемники с византии если были а у чехии то морали да с рима потому что опять же там были другие из рим просто так сложились так обстоятельства то сложились они немножко по-другому как волжской булгарии киевская русь была бы мусульман да да не удивляйтесь за что так удивляетесь и вообще понимаете такое удивление типа что ну помните там действительно в истории бывают такие моменты когда вот данном случае действительно получился такой момент поэтому киевская русь христианство однозначно волжская булгария ну и давайте так задаем золотую орду она же вначале не было мусульманской то что ульцбек принял уже мусульманство сделал как религию но опять же исходя там своих нюансов помните политики большую роль там играла кто ему ближе кто ему дальше хотя обращаю внимание что действительно если взять первых монгольских ханов они придерживались свою религию черный дом но у их жены пример были христиане мусульманки даже уйдейки там вообще их такая интересная специфика а потом да узбек решил что нет надо только так ну такая политика по этой причине золотар да да она мусульманская стала после узбека до отдыха не было а потом уже появилась казахстанской астраханская крымская но как видите в истории он если бы тогда владимир скажем так торговался за рабскими были посылали как хорошо вот как замечательно очень возможно что такая ситуация была и все удивлялись да не может может вообще по большому счету но вот некоторые прописываешь мол типа диме принял христианство что он не мог там самый ну вряд ли что те словами вкладывать вряд ли не говорил то есть летописец подписал но смотрите владимир вообще-то будучи христианином мил горе нет я не шучу у него было на момент тоже там жена за женой на момент несколько жен да вот и жена из проблем потом наследников почему не дрались так сильно несколько жен да не горя же наложницы тогда все это был в этом причине он как бы христианин но заработал интерес но он читал что ну ладно все а гарем это нет я взял эту традицию так что он еще тот святой был ну все благодарю за внимание ну понятно как забавный вы же сами понимаете что история пошла другие а у вас были занимания ставьте лайки и дизлайки пишите комментарии всего наилучшего благодарю вам спасибо